коротко ясно лаконично изверги заставляют меня говорить коротко ясно лаконично друзья всем привет мы компания один авто кто не знает мы занимаемся автоподбором но эта информация больше для новых зрителей сегодня у нас автомобиль из будущего можно сказать хотя он уже давно из прошлого но тем не менее audi e-tron едем в борисполь разовая заявка осматривать подтвердить техническое состояние действительно ли такой вал великолепный автомобиль или же все таки он с грешком ну все ставьте лайки ё-моё блин да меня тут заставляют говорит ставьте лайки подписывайтесь не люблю этой темы друзья ставьте лайки подписывайтесь делитесь этим видео со своими родственниками для того чтобы а нафига с ним делиться чтобы знали что мы выбираем автомобили и кстати да мы в автомобиле выбираем с гарантией поэтому делитесь этим видео для того чтобы у нас а нас узнала больше людей первое от audi электричка пускается на 19 года что рассказывает про этот audi и трон ё-моё меня так улыбает когда поют дифферамбы да этот божественный автомобиль едет 400 километров вы ездили на этом автомобиле он нифига не едет даже если на стопроцентной зарядки вот ну не проезжай не если посадить специально обученного человека выключить в машине нафиг все сидеть мерзнуть или потеть так чтобы сало по морде тягу может быть 400 километров на стопроцентной зарядки он и проедет а если еще под сраку давать то чуть больше ста дай бог чтобы она проехала никогда на автобане в германии наступал на тапку вот так вот едешь 200 ну для она больше не едет там на ограничение стоит и этот заряд просто полу на 100 чем-то километров хватает и и все и больше машина не едет дальше на зарядку благо в германии достаточно быстро а то что рассказываю что машина очень быстро заряжается от простой зарядки ну в нашем то случае люди понимают простая зарядка это даже нифига не трехфазная пришел домой электричку засунул в розетку и типа х 8 часов и будет счастье вот такой болт с левой резьбой почти двое суток будете сидеть ждать пока этот корч подзарядиться и чтобы можно было куда-то передвигаться трехфазная нужно поэтому вот этот вот момент нужно учесть и не дай бог купить себе такой автомобиль если он у вас один семье это дешевле на такси вот сразу говорю ну что надо будет куда-то срочно ехать она не заряжена он поехала такое чудо да электричка это отдельная вера там все хорошо божественно недорого без звука нету рычание мотора едешь в тишине все идеально но заряжается и долго и едет недалеко но это лично мое мнение по официальной версии эта машина пригнана из германии продает ее частное лицо по факту машина пригнана из польши и продает ее перекуп у которого больше 300 объявлений за последний год и активных еще 12 объявлений которые он продает заявлено что там есть night vision нифига этого в комплектации нету не ночного видения не не фаркопа хотя комплектация ну такая она не бичевая но и не топовая музыка там простенькая зато коричневый салон стоит чё там еще есть а боковые стекла триплекс это значит лобовое термальное короче есть несоответствие которые уже я понимаю что заявленные типа только машина приехала с германии а по факту она из польши но тут такое дело сейчас будем смотреть чем там промышляют перекупы жашкова может быть действительно порядочный человек может это я зря на него нагоняю ешь нормальные люди которые занимаются купли продажи автомобилей так или иначе все это предстоит выяснить по итогу приехали мы в борисполь и парень меня узнал где слушай пожалуйста не снимай у меня на территории потом если эта машина будет интересно мы выйдем и снимай все что захочешь поэтому кадров первичного осмотра будет минимум а вот потом выйдем и потом будет вау большой вагон маленькая тележка всяких красивых кадров но это будет позже а сейчас смотрим потому что 80 это очень сильно экономит батарею то есть срок службы батареи очень сильно продлевает поэтому ставят ее по умолчанию на 80 процентов и кстати в других автомобилях нужно чтобы вот эту опцию нужно ее дополнительно ставить здесь она ставится по умолчанию то есть имеется ввиду сразу если сразу заряжаете больше 80 вы не зарядите чтобы зарядить на 100 надо зайти в меню показать и я хочу дальнюю поездку и заряди на 100 километров да да при каждой зарядки чуть левее чуть правее два раза присесть все нормально стою правее да вот так 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 вот ух ё-моё вот это же надо так заморачиваются для того чтобы поставить меня вот строго по решетке ну кто не знает по решетке это короче шутки не фотографично было на монтаже мы поняли что оказывается не все понимают что такое батареи до 80 процентов или до 100 заряжена объясняю по умолчанию на и троне стоит зарядка до 80 процентов то съемка с батареи на заряжается они на сто процентов а на 80 хотя на приборке смотрится сто процентов но это сто процентов от 80 на фига это делается если аккумулятор заряжать до 80 процентов в жизни у этой батарейки будет вот такая вот долгая но понятное дело что электричество ничего не весит и почему мне заряжать его на сто процентов потому что батарея очень быстро изнашивается и поэтому по умолчанию audi стоит ставит 80 процентов но если нужно вдуть на сто процентов заходите в меню вбиваете там короче разберетесь мы же не показали да как это делается не тыкали тыкали можно потыкать так вот или уже все все классно да предварительно я не вижу вообще чтобы она где-то как-то было в каких-то кузовных замесах но для акта я все равно значение зафиксирую потому что отчет лишь мне писать нет вас те кто продает автомобили они не запрещают а вот люди такие ближе вот профессора академики вот такой научной вот те не разрешают они не понимают что может быть и куда может быть пострелить им какой-то там типа угнать за 60 секунд когда можно подключиться все считать угнать машину врезать бы тебе за такие слова нет нельзя нельзя так нельзя поехали к официалам то же самое только потери времени там два-два стоишь сам не так как бы все равно у меня заявка идет и все я смотрю что все эти ошибки они возникли на одном пробеге и больше не повторяется 22 943 у меня такая история была когда я попал сильный дождь со снегом и залепила данном сентябре месяце снега нету поэтому чисто гипотетически вот мне многие рассказывают что ты трон не почитаешь стандартными средствами не почитаешь но через залезть через отверстие то все можно почитать а теперь поясняю перед тем как ехать на и трон я позвонил трем супер классным знающим чувакам и все мне в один голос говорит слышь николаевич вот такой болт тебе с левой резьбой не почитать и трон вот ты сможешь его почитать только стандартной программой ну как стандартной оригинальной программы которая подключается к аудиторию и ничем другим ты туда не подключишься но друзья у нас опыта есть вот так и мы залазим через на и отверстие в разные блоки автомобилей под разными предлогами отверстие то но в принципе у всех машин одинаковая ну и соответственно здесь то же самое залазим достаем смотрим вытягиваем всю информацию теми приборами которыми у нас есть и да мы умеем читать и трон у меня был парень с из-под харьков он купил себе новую к 7 покатался на ней до 20000 говорит я не хочу это ведро поехали в германию куда нормальную машину и ресурсы ну тебя новая машина говорит не 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 я покатался на немецкой я вижу разницу но к седьмой мы не нашли бы машину изначально в ней разочаровался это понял взяли ему овроут и кстати был прикол когда мы приезжаем я смотрю машину снизу я хенглеру дружище иди сюда на одной из турбин у тебя там течет масло он так стоп машину забираю приходите через три дня ты чё гонишь 25 дней 23 декабря тогда было ну я не могу мне надо выдать нормальную машину я буду менять ладно скинь денег мы сами это починил мнение не я все починю думаю ну ладно починил путем то что он поменял турбину то есть старую снял новую поставил и ну типа вау но была возможность встретить новый год на таможне где можно его служу посмотреть не так тут можно тут можно что посмотреть можно посмотреть целин блоки можно посмотреть состояние пыльников и в принципе все ну полуося тут сухие как минимум датчик положения кузова даже люфта на нем нету я с ямы посмотрел есть понимание что скорее всего вот этот соленблок наверно менялся уши шутен катка хотя не факт но я к тому что очень уж красиво выглядит так аморты норм такое впечатление что даже не впечатление да вот эта штука крашеная вот мусор под бампером да вот сюда вот вот эта вот часть она даже вот так шпаклеванная и крашена на нижние сам бампер хотя этого нигде не зазначено даже камеры которые у нас с большими линзами не берут в ракурс того что бампер крашеный этого не видно на камеру но мы это видим глазам иметь то чувствуем руками хотя вот так смотришь с первого взгляду давно классная машина а по факту машина то ваша на ясу спереди шо сзади ничего страшного нет но это повод для торга на всякий случай не хватает и дело тут болтиков бегу ну красавчик не сыться уже хорошо тут замечательно да 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 конденсат я чуть-чуть вижу совсем чуть-чуть и над него здесь есть но до этого не дошел то есть у тут есть градации когда его надо уже менять но пока там только капли на самом дне что это такое и нафиг это надо вот в этом бачочки собирается конденсат конденсат это такая штука которая вредит электричеству и есть там ну простым языком есть адсорбер влагоотделитель который отделяет и фигачи туда влагу и периодически этот бачок надо откручивать выливать ставить обратно вообще по самом деле он меняется просто меняется на обычном то поэтому тот кто думает что электрички не проходят его друзья это неправда электрички проходят его передний задний бампер окрашены если передние я предопускаю того что он где-то камни в него прилетали поэтому украсили то задний он приехал и причем сверху этого не видно снизу там аж видно где шпаклевка лежит где-то вот вот так и причем так не идеально сделано но но видно так пошел дальше смотреть может еще что-то увижу это предполагаю что немецкий мусор так ресивер красавчик ничего здесь не снималась нигде ничего не отнималась любо-дорого смотреть на такие автомобили сам компрессор вообще целка пауки не живет трогает живет он себе тихо хорошо комфортно на кстати вот это первый у которого еще не просевшие подушки туши я смотрю то есть он ну нормально он не не лежит на пузе вот так так он же на амортизаторах на подушка то есть от пружины стоят а в середине резинки то есть вот можете посмотреть у него четыре этих вот видите они потом со временем проседать да да не не пружина резинки разбиваются в середине и кстати подушка мотора даже общение пары по на эту сейс куксу сильно не давали так чтобы постоянно отжигать не вот этот чуть надорваны уже смотрю что клеммы тоже не отсоединялись нигде никаких зодиров батарея да 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 нигде ничего в них нету даже масса не откручивалась а пошатайте чуть-чуть право-лево рулем только совсем чуть-чуть маленькой амплитудой не это большая все норм есть объясняю что происходит я попросил парня чтобы он покрутил рулем для того чтобы посмотреть карданчик на руле для того чтобы посмотреть надо просто приложить туда палец и почувствовать люфт когда крутят сильно не дай бог туда засунешь пальцы там пальцы можно оставить их сломает нафиг а когда совсем чуть-чуть ну вот буквально я не знаю там на 5 градусов хватит повернуть руль даже меньше на 3 градуса хватит вернуть руль для того чтобы почувствовать есть там биение в этом карданчике или нет это тема обычная удюшная которая давно уже известная она редкая но она геморройная и она это как минимум повод для торга если вдруг она там несчастье с этим карданом ты ездили теслу смотреть смотрю все нормально все классно такая идеальная машина вот так вот рама пополам варенная в смысле подрамник так по охлаждайки тоже смотрю нигде ничего не разбиралась и по ошибкам нигде ничего не отрыгивала никто сюда никогда не лазил даже паутина растет видно паутину вот ну как бы глазом видно в общем чего машине в этой нужно смотреть надо смотреть на сами моторы на ходовую на кузов и на хвост дайку все больше тут нефиг смотреть электрические блоки управления все прочитали все история вот такая вот есть ошибки правда у нее тертые с 19000 с последнего того как они на официал заезжали а так в общем вся история машины есть после 19000 два раза на отхватывала просадку аккумулятора 5 сентября она отхватила очень жесткую просадку аккумулятора список ошибок но все в памяти ничего критичного основные ошибки были по диэстронику есть у меня мысли что красили и 5 сентября потому что слишком уж много и плюс крашеный бампер да наверное вы снимали красили за этого ошибки здесь не так давно на ремонтировалась чем могу сказать машина интересная машина классная помимо просадки аккумуляторов основные ошибки я все-таки уверен что из-за того что разбирали бампер включили зажигание но только хватит такую простыню и все потом выключили зажигание повесили бампер на место и и все система протестировалась ошибок больше нету так чё все красиво на повод для торга а вот теперь пояснение почему это плюс время за торг за автомобиль объясняя машина стоит 63 тысячи 800 долларов при этом заявлено что машина не имеет ни единого окрашенного элемента вот вообще нигде даже подкраса точки лака нету ну так было написано в объявлении а по факту мы уже видим два крашеных бампера там дальше тоже крашеная арка и вот для этого я поясняю акцентирую внимание что вот здесь косяк вот здесь косяк от нам дружище заявлял что машина идеальная да вот нихура на не идеальная поэтому повод для торга звучит постоянно такой некий триггер в голове для заказчика что потом он нам не зажимал пальцы в двери что-то ну вот машина ж классная вы видите все надо брать 63 800 ничего не уступаю ну как это часто бывает крашеный передний задний бампер моторы в отличном состоянии в батарею никто не лазил и по охлаждайте все нормально передний задний бампер красился кузов не крашеный ну то что он где-то на кого-то на что-то наехал то такое дело это следы и простой эксплуатации то есть вот эта дырка и ну да по факту мы имеем эту дырку но на абсолютно и не писал но вроде закрыл 1 машинка как уберем давайте пока будем общаться после нет 5 минут парням чтобы они засняли не у вас дома салон хотя бы душа есть вероятность того что этот автомобиль короче чтобы они не на фонарь сюда ехали пускать зарплату отработают так сейчас я для акта приема передачи зафиксирую все значения что мне нужно выписать крашеная здесь бампера и одна левая пластиковая штука сейчас и до нее дойду расскажу здесь на пылок нет и все хорошо закрывать все можно дальше 136 118 вот здесь вот легенькая нестыковочка бампера с этим значит крашеный передний бампер крашеный он вот здесь вот эта часть крашеная если присмотреться то видно вот здесь вот не заводская шагрин вот такого быть не должно плюс крашена вот это вот пластиковая штука и крашена немножко вот здесь также крашена вот эта вот часть вот это и где-то палец зацепился за что-то только что ладно так делать нельзя парень нервничает который продает машину что-то оставляется царапины в принципе с ним согласен 135 133 117 к слову да вот так вот пальцем вытирать на черной машине то потом остаются царапины и со временем чем больше вытираете тем больше она будет отображаться на всяких мойках значит стекла здесь половина вот так уж передняя часть девятнадцатого года передние три стекла девятнадцатого года все остальное задняя часть восемнадцатого года плюс в том что передние четыре стекла и лобовое вот эти вот триплексы а это еще и а термальная так у меня все хорошая машина крашеные бампера значит изначально 63 800 62 150 сторговались заявлено было что не крашена ни одна деталь за счет двух крашеных бамперов получилось торговать все классно сейчас истории запишу друзья не забываем подписываться на instagram потому что вот таких историй разных технических от всех наших специалистов каждый день вот такой большой вагон маленькая тележка именно в инстаграме и далеко не все истории с инстаграма попадают youtube легкое послесловие значит ну первое мне удобно ехать сзади на председательском месте хотя нет председательской это спереди справа а сзади ну просто вальяжно обычно я всегда за рулем а здесь получилось так что я с и трона выпрыгивал на станцию бегал и теперь я еду сзади пацаны мне не пускают за руль volvo потому что им там классно ехать но суть не в этом приятное впечатление от продавца у меня опыт в основном какой большинство людей которые покупают продают автомобили особенно в таком количестве это как правило такие нагловатое типки вот когда где-то что-то идет не по его части особенно когда мы находимся на его территории то получается так что они умеют ну то есть перекупы это первый в первую очередь тонкие психологи здесь парень вообще не давил своим авторитетом типа ребята смотрите что хотите то и делайте вот что знаю про машину то расскажу большое спасибо парню который продавал автомобиль прежде всего за порядочность вот в принципе и все сейчас едем сторону киева снимать другой проект то есть я сейчас поехал немножко не в я не должен был снимать этот автомобиль потому что я поехал снимать ну что нас опять таки все заняты никто не может второй день отказывали человеку есть у нас некая очередь но здесь уже меня уговорили говорит надо поехать посмотреть все поехал посмотрел а сейчас мы едем снимать другой проект грубо говоря холодный старт через два дня вообще глухейшего простоя сука течет бензин слова и раньше все не болит рука я уже понял когда оптика начала труситься я уже думаю не 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 надо заканчивать потому что я в принципе такой парень который может триндеть до самого киева как всем понятно имеется виду постоянным зрителям самая вкусная ну часть вкусного того что будет впереди вы увидите в конце поэтому друзья очень важно досматривать видео до конца на сегодня все с вами был николай тарануха киев компания один авто всем удачи на дорогах всем пока пока не забывайте там подписки лайки это вы все помните а и этот как его дзынь дзынь колокольчик тоже нажимайте для то что вовремя приходили видосы и чтобы все время в теме были все пока я пошел но проект конечно на весну будет веселый если он сейчас уже мозг выносит то а еще зима впереди а еще столько недоделок переделок ёбки а еще сколько всего я хочу туда засунуть короче надо где-то сказать что это будет весной